Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим яркий пример того, как надо играть на слабость соперника. На примере партии Андрея Молчана, мастера, который играл белыми, и международного гроссмейстера Андрея Валюка, игравшего черным. ЕД4, ДЦ5, вот такая жеребьевка дебюта выпала соперникам. И белые сыграли ДЕ3. Ну, позиция может возникнуть из классики. Допустим, СД4, ДЦ5, и вот здесь белые уклоняются от городской партии ходом ДЦ3. То есть на ход ФГ5 уже можно напасть ходом ЖХ4, и здесь возникает примерно равная интересная игра. Я люблю больше всего играть белыми вот этот вариант. Но в партии Андрей Молчан сыграл СБ4. Теперь у черных есть два варианта. То есть они играют ЖХ4 и могут побить либо на С5, свести вариант городской партии. Ну, городская партия хорошо разработана, поэтому выиграть здесь довольно-таки непросто. Поэтому Андрей Валюк побил две шашки и сыграл Б5. Значит, давайте попробуем оценить позицию. У белых центр, но у них есть слабости. Это две отсталые шашки, H2 и A1. Развить их в этой позиции будет довольно-таки непросто. У черных застряла шашка H8, кроме того, слабые шашки H4 и A5 бортовые. То есть у обеих сторон есть слабости, поэтому позиция примерно равная. Обычно в этой позиции играли ЖФ4. Давайте рассмотрим партию двух международных гроссмейстеров и чемпионов мира Гаврила Колесова и Андрея Валюка. ЖФ6, черные развивают свой сильный левый фланг. И белые играют Fe5. То есть идея какая? Если черные сыграют HG7, тогда белые уже меняются. Ну и после двух разменов у них появляется возможность развить свои отсталые шашки в центр и получить преимущество. Поэтому HG7 играть слабо. Приходится играть FG5. Тогда белые продолжают атаку и играют DC5. Заодно ставят черным ловушку. Если они сделают напрашивающийся код AB4 с идеей выиграть шашку, тогда белые проводят размен 2 на 2. Черным приходится отходить и уходят на поле А7. Здесь у черных позиция слабая. Так как белые отъедают их рожон и атакуют слабый правый фланг. Как может развиваться игра дальше? DC7, CD2. ED6. Бой-бой. BA5. Ну и здесь черным уравнять позицию непросто. Так как белые ближе своими шашками к дамкам, чем черные. Поэтому у белых здесь большое преимущество. Поэтому правильно в этой позиции вместо хода AB4 играть HG7. То есть черные хотят разменяться назад 2 на 2 и затем уже атаковать шашку C5. То есть видите, когда шашки белых расположены на этих полях, всегда есть такое нападение. Поэтому шашка А3 здесь в этой позиции, конечно, слабая. Но белые могут все-таки уравнять позицию. Ходом ED6. Так и было в партии. Значит, у черных есть два хода. Ну, GF6 играть бесполезно. То есть как минимум есть размен 2 на 2 снова. И у белых будет хорошая позиция. То есть в этой позиции бесполезно меняться GF4 назад. Так как снова белые меняются 2 на 2. Ну и позиция будет равной. Поэтому черные еще немножко подкручивают позицию играть AB4. Тогда следует AB2. Значит, в этой позиции GF6 играть бесполезно. Потому что последует удар с хорошей позиции у белых. Поэтому черные меняются GF4 назад. Тогда белые также меняются. И возникает примерно равная позиция. То есть рано или поздно, как, например, было в партии. Черные нападут на ржон белых. Но белые успевают построить колоночку и разменяться. И партия заканчивается ничьей. Вернемся к нашей позиции. В этой позиции, конечно, лучше всего играть GF4. Мы посмотрели, позиция здесь примерно равная. Но в партии молчан валюк был сделан ход EF4. Значит, в чем идея белых? Они, по сути, полностью выключили весь левый фланг черных. То есть на GF6 уже последует FE5 с преимуществом у белых. На EF6 также FE5. То есть белые займут центр. Дадут выход своей шашки H2 в центр. Ну и получат преимущество. ED6 тоже бесполезно. Снова белые меняются в центре. Ну и шашка E5, конечно, будет. Тут подвержена атаке. Но белые эту атаку легко сдержат. И также получают, как минимум, инициативу. То есть, по сути, у черных играют только три шашки. Если мы хотим бороться за преимущество, а не за призрачное уравнение. Ну, BC7 нельзя играть. То есть последует удар с выигрышем. То есть есть два хода. Либо AB6, либо DC7. На напрашивающийся ход AB6 белые играют AB2. Ну, допустим, B7. Меняться назад бесполезно, слабо. Тогда BC3. Если черные меняются вперед, тогда белые строят колоночку. И у черных остается, по сути, единственный ход. GF6. Тогда белые разбивают левый фланг черным. Ну и продолжают атаку уже в центре. Белые получили хорошую позицию. У них преимущество. Андрей Валюк рассчитал эти варианты и нашел самый лучший план. Он сыграл DC7. Сдвигается царская шашка. Но для чего это делается? Смотрите. AB2. Белые развивают отсталую шашку. CB6. BC3. Значит, черные снова меняются вперед. Но здесь уже на ход CD2, как было в партии, у белых есть очень тонкий ход. То есть, GF6 снова играет слабо из-за Fe5. И у белых будет преимущество. Здесь черные играют B7. Вот в этом соль вся плана игры черных. Fe5 уже не пойдешь. Плохо из-за CD4. Поэтому приходится меняться. Лучшего у белых нет. И вот в этой позиции Андрей молча нашибся. Ничья еще была после хода ED2. Ну и как здесь могла развиваться партия? Допустим, AB6 черные развивают отсталую шашку. DC3, BA5. Белые вылазят в центр. Ну и у черных нет лучшего хода, кроме GF6. Тогда белые играют GF4. Ну и партия быстро заканчивается ничьей. Допустим, Fe7 разменялись. ED6, HG3, Fe5. Еще раз махнулись назад. Ну и здесь возникает известная ничейная позиция. Причем при любой очереди хода. Белые нападают. Идут в дамки. Жертвуют шашку. Обоюдный прорыв. Ничья. Вот такая ничья была у белых. Но в партии белые ошиблись. Они сыграли Fe5. Напрашивающийся ход. Тем не менее, он плох. Черная игра от AB6. Белая GF4. И здесь белая игра от Fe5. Черная игра от BA5. Значит, в чем идея? У белых есть три возможных хода. ED2 он проигрывает. FG3 также проигрывает. И ход Fe3. Значит, на ход ED2 у черных есть симпатичная комбинация. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Она не сложная. Я думаю, что вы ее все нашли. HG5, Fe7. Ну и снимаем за гребущими руками три шашки и дамку соперника с выигрышем. Выяснили, ED2 играть нельзя. FG3. Значит, ну, сюда бить бесполезно. Черные просто меняются GF6. И у белых безнадежно застревает шашка H2. Черные побеждают за счет... За счет отсталой шашки. То есть у белых, видите, она застревает. И черные легко выигрывают. Если же побить на поле E3, тогда черные также побеждают. Следует размен GF6. И у белых никогда нет хода ED2 из-за удара и прохода в дамке. Видите? Приходится играть HG3. Тогда снова следует Fe7. Снова ED2 не пойдешь из-за комбинации. Приходится играть GH4. Тогда ED6. И снова нет хода ED2 из-за удара. Поэтому приходится, допустим, жертвовать шашку и играть EF2. Тогда черные играют AB4 и возникает известная позиция. Этюдный выигрыш. Белые отдают две шашки, бьем в дамки. И ставим дамку. То есть вроде бы кажется ничья, но ничьей здесь нет. Черные успевают занять большую дорогу. Сейчас поведут свои шашки в дамки. Строят треугольник Петрова и легко выигрывают. В партии Андрей молча рассчитал эти варианты. И поэтому сыграл в этой позиции Fe3. То есть сейчас уже непонятно, как играть черным. Сюда не пойдешь. Последует нападение. Видите? Если отходишь, тогда у черных проблема. Все их шашки, видите, сгрудились на левом фланге. Белые здесь получают шансы на выигрыш. То есть по-моему EF2 и на ход FG5 уже можно просто идти в дамки. У черных плохо. Несмотря на рожон. Как играть в этой позиции? На ход HG3 уже последует Fe5 как минимум. И снова у черных хуже. Поэтому приходится меняться GF6. Единственный ход. Значит у белых здесь два хода. Но EF2 играть бесполезно. Просто переведем шашку на D6 и белые проиграют за счет отсталых шашек G1 и H2. Если сыграть ED2, то черные снова проводят комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Тоже довольно-таки симпатичная вещь. В начале играем HG3. То есть видите, сразу же проводить удар бесполезно. Так как мы проходим в дамки, но дамка тут же ловится и ничья. Поэтому в начале нападаем HG3. Приходится меняться. Тогда бьем на поле F4. Ну и после всех разменов уже следует знакомым нам удар. D5 мы попадаем в дамки и возникает известное этюдное окончание. Так называемая вилка или штаны. Кому как больше нравится. Мы нападаем на шашки белых, загоняем их на бортики. Вот она пресловутая вилка. Допустим, еще отдали. Пытаются прорваться. Тогда здесь выигрывают прием запирания. Вернемся к нашей позиции. Поэтому в этой позиции белые сыграли GF2. Еще надеясь на ничью. Поставьте видео на паузу и подумайте, куда бы вы сыграли. Это известная позиция с партией Шмульян-Городецкий. В этой позиции выигрывает ход FG7. В чем идея хода? То есть смотрите, мы опять не даем хода ED2. Ну по сути он уже единственный здесь. Сюда же не пойдешь. Просто свяжут и пройдут в дамки. То есть приходится играть ED2. Тогда мы проводим комбинацию. Отдаем шашку H4. Для того, чтобы белые не смогли поймать нашу дамку. И прорываемся в дамки. Эта позиция выиграна. То есть если белые играют HG3, мы обрежем их по большой дороге с выигрышем. Если же они играют ED4, тогда нападаем. Приходится отходить. Меняемся назад. Ну и так же легко выигрываем. Допустим, AB4, FE3 обрезаем шашки белых. На BA5 играем FE7. Допустим, HG3, EF6. Приходится жертвовать шашку. Ну и снова выиграем с помощью запирания. Друзья, если вам понравился данный пример того, как играть на отсталую шашку и вообще на слабости соперника, не забывайте поставить Лукас и подписаться на мой канал. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной доске. Субтитры создавал DimaTorzok